Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы попытаемся понять, какой маршрут был у святого семейства во время их бегства из Вифлеема в Египет. Потому что если мы читаем по Евангелию от Матфея, то здесь дается такое описание. Это вторая глава от Матфея с 13 по 15 стих. «Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом честь пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». В чем сложность этого текста? Сложность та, что мы видим, что бегство в Египет совершается прямо после того, как в Вифлееме ночью было это явление. А как же тогда в Евангелии от Луки мы читаем, как на восьмой день делается обрезание Христа, дается Ему имя, на сороковой день Иисуса приносят в храм, пророчество Симеона, пророчество Анны, пророчицы и так далее. Как разрешить эту сложность? На самом деле все было так, как оно описывается в двух Евангелиях. На самом деле мы имеем не одно Евангелие, а четыре, потому что в некотором смысле евангелисты дополняют друг друга. Например, в Евангелии от Луки не рассказывается о приходе волхвов, об этом рассказывается в Евангелии от Матфея. Но зато в Евангелии от Луки рассказывается о том, как ангелы явились пастухам и засвидетельствовали о рождении Сына Божия. Так и в этом случае бегство в Египет начинается в Вифлееме, когда ночью является ангел, но оно осуществляется через Иерусалим. Почему через Иерусалим? Там же и жил царь Ирод, или, по крайней мере, долгое время находился там. Там у него были другие резиденции, и в крепости Масада, и так далее. В большом городе было легче затеряться, потому что царь Ирод выведал время появления звезды, что она появилась два года назад, до того момента, когда волхвы пришли в Иерусалим. Но он не знал, когда родился Христос. Или два года назад, когда звезда появилась, и волхвы отправились в путешествие, и два года шли, или к моменту их прихода. Поэтому он и повелел избить всех младенцев от двух лет и ниже, чтобы уже наверняка, как и сказано, по времени, который выведал, то есть узнал от волхвов. Таким образом, никакого противоречия нету. Иосиф берет Марию, младенца, и они отправляются в Иерусалим, чтобы затеряться в этом большом городе. Делается обрезание по еврейским законам. Нельзя делать обрезание в пути, на дороге. Если делается обрезание, то ребенка перевозить в таком состоянии опасно. Значит, обрезание делается в Иерусалиме, и наречение имени делается тоже там. Это было взаимосвязано, как у нас крещение и наречение имени тоже взаимосвязаны. Потом рассказывается, как Иисуса приносят в храм. Это уже, наверное, был разгар поисков младенца, потому что Иерусалим послал целый отряд в Вифлеем и в его окрестности. Иисуса приносят в храм. В храм каждый день приносили множество младенцев. Происходит явление пророка Симеона, который по вдохновению от Духа Святаго приходит в храм. Далее говорится, тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости. Она тоже по вдохновению приходит в храм, чтобы прославить Бога младенца Иисуса. Таким образом, при соединении разных текстов одного евангелиста и другого мы устраняем ложные представления о том, как это могло произойти, а видим как бы картину целиком. Поэтому очень важно не просто выдергивать текст из контекста, а рассматривать всю биографию Христа в согласие всех четырех евангелистов. Таким образом, мы получаем полную картину тех событий, которые имели место быть. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах, и берегите себя!